Доброе утро, мои дорогие! Опять ведь ветер дует. И как без этого ветра? Ну никак нет никакой возможности. День будет без ветра, а потом опять дует и дует. Ну что вам хочу сказать? Вчера звонил Костя. 28 числа где-то привезёт он мне трёх мальчишек. Сашеньку, вами так любимого, Гришу и Гришиного друга Олега. Ну они одногодки, друзья. Это сын родителей, которые крестили Сашу. Они дружат семьями. У них что-то там четверо, по-моему, детей тоже. Вот, в общем, короче говоря, привезёт их. Ну пока по плану, что он их привезёт на самолёте. Мне сдаст, улетит назад, доделает там свои дела. И потом они на машине с Таней приедут. Привезут с собой велосипеды. В общем, всяко-разно. Вот, так что нужно побыстрее меня заканчивать с уборкой территории. Чтобы всё было нормально, убирать комнаты гостевые и ждать пацанов. Так что скоро вам молодой человек скажет, доброе утро, девочки. Так, а я сегодня думаю сходить в магазин, к Араму, вот, куда я теперь очень редко хожу. Ну надо сходить, посмотреть, может, что где-то цветёт. Вот, так что пойдёмте со мной прогуляемся. Ну что, собралась в Матильду в магазин. Ну что, вот вещи висят, а я их, ну, не одеваю. Ой, надо окна мыть. Ладно, пошла. А что, иду в магазин? Надо мне сигарет, хлебушка. Да и всё. Ну я просто все дела переделала. И хочу пойти посмотреть по волне. Что у кого, может, цветёт. Ну и на свою воронцовскую аллейку, на любимую, сходить. Скажите мне, пожалуйста, дёргается этот телефон сильно в видео или нет? Потому что на нём стоит вот эта штука-то, которая не должна давать дрыгаться. И вот уже дом построили. Ну, не знаю. Вот и батюшки мои выпрыгивают какой здоровенный. Вов! Ну, прыгни ещё. О, как! Лохматущий, здоровенный. Ну вот, пока я вижу всё-таки одну сирень. Ну и тюльпанчики вон там уже до у кого доцветают. Ой, ну как же приятно раздетый ходить по улице, правда? Берёзка моя любимая. Мы разговаривали с мужчиной. Он 30 лет назад привёз пять штук средней полосы. Вот одна только прижилась. Ну, вон какая выросла. Да, с берёзками тут напряжёнка. И с ёлками. Очень редко где. Так, а там что-то, что-то мелкое гавкает. Но гавкает. Ох! Не видно тебя. Вон ещё. В общем, пока идёшь, тебя облажают с ног до головы. Вон, вон, вон. Вот ещё один новый дом. Вообще-то вот по этой стороне были вот одни вот такие заброшенные участки. Ну, чего ты ругалась-то, чего ты? Старенькая. Да. Ну, морда вся седая. Чего ругалась? Ты мальчик, наверное, да? Не вижу. В старых домах практически во всех гаражах внизу. Видно, так было принято строить самолёты. Самолёты у нас, да, два дня в неделю летают. Бывает прям так низко. Вон, какое домище отгрохали. И вон тот новый дом. Ну, а вот как-то по этой стороне только старые остались. Вот этот участок мне очень нравится. Всё время такой чистый. Прям вот всё аккуратненько. Никогда травой заросшей не бывает. Виноградик он весь подвязанный. Всё как положено. А это у меня вечно всё. Ну, я, да, не садовод я. Всё-таки 30 лет в Мурманске. Дают о себе знать. Вот видите, вот канны уже повылезали, как у людей. И никто их тут не выкапывает и по весне не сажает. Может, я их посадила просто мелко. А может, ещё вылезут. У них всегда тут много канн вдоль забора. Да, пока вот сирене радует. Кругом цветёт и разного цвета. А так сейчас какой-то, видимо, нарциссы с тюльпанами отцвели. Розы ещё не зацвели. И остальное тоже ещё повылезало только. Или посадили. Поэтому особенно любоваться нету что. Ну, вот дома хожу на участке. Ничего. Нога не болит. Стоит куда-то пройти. Чуть подальше. И всё. Ой, мои хорошие. Не пишите, пожалуйста, что... Ой, как далеко магазин. Я в этот магазин, вот, смородина. Я в этот магазин хожу так редко. Когда мне просто поснимать хочется по дороге. Да. Воронцовскую аллейку любимую посмотреть. Груша цветёт. Или айва. Я не помню, что тут растёт. Или айва, что ли. Тут всё время ветер дует. Вот вокруг Черноморского. Всё вот это вот. И тут, и там, с той стороны. Везде одни СНТ. Вот видите, какие маленькие степные цветочки. Маленькие-маленькие. Вот скоро будет степь цвести. Везде траву косят, слышно. Журжит. Вот они тут. По всей дороге. Ещё есть... Вот такие. Потом ещё есть такие, похожие. Даже не знаю на что. Сейчас, если попадутся, сниму. Много людей тут ездят на велосипедах. И дети, и взрослые. Ну что, кому там километра полтора-два. Здравствуйте. Видите, какие дети вежливые. Вот они всякие, всякие, да. Вот такие мелкие. Дети здесь хорошие. Дети здесь хорошие. Два мальчишки шли как-то со мной по дороге. Очень много талантливых детей. Но это я потом на море пойду. Может, сниму. Прям такие музыкальные. И на саксофонах я снимала как-то в праздник. Играют. Ну прям молодцы. Маленькие. Степь. Вот Севастополь. Там уже совсем другая растительность. Ну, где горный Крым. Совсем всё другое. А тут вот. Я говорю, даже грибы. Вот мы когда жили на Фиоленте. Там все нормальные грибы растут. Мы ещё, Егорка был маленький. Ходили с ним, с рыженьким моим. Собирали маслята. Семь лет назад-то. Поскольку ему было пять лет было. А здесь только вот один сорт. Однобочки называются. Ну, они... Раньше меня Алинка возила. Я ходила, их собирала. Но они невкусные. Ну, не знаю. Никакие. Большая разница, конечно. Горный Крым. И степной. Ну, ничего. Сейчас всё зацветёт. Всё равно будет красота. Здравствуйте, ребят. Я их не знаю никого. И они меня не знают. Ну, и ромашечки маленькие. Это вот это, наверное, да? Аптекарская ромашка-то. Вот тоже новый дом построен. Строятся люди. Прямо строятся. Вон там, вон, дом светлый такой. Не было его. В прошлом году не было. Уже стоит. Ну, вот. А я подхожу к своему любимому месту. К аллее графа Воронцова. Не знаю. Вот для меня прям какое-то место силы. Вот как говорят. Граф Воронцов очень много в Крыму. Строил дворцов и поместья, и в Черноморском вот у нас церковь в готическом стиле единственная такая, которую он подарил своей жене Елизавете. Её, правда, обезобразили. залили цементом. Украинцы разгулялись. Решили внести свою лепту в архитектуру. Испохабили церковь. Вот. А это тут парк у Воронцова был дальше там. А вот это аллея. Я говорю, я всегда прям меня сразу представляю. Кареты с лошадьми. Да, мы в кринолинах. Катались тут. Она длинная. Я вначале, когда ещё первый раз приехали сюда, мне Витя, по-моему, сказал, что можно до магазина пройти. вот. И я пошла, увидела этого аллея. Думаю, боже мой. Надо же. Какая красота. Что ж тут такое было. Потом полазила, поискала в интернете. Нашла, что парк в Воронцовске. Оливия. Теперь, конечно, заросло всё. Деревья старые, высоченные. Вот она вот так идёт и потом закругляется, и там парк. какое-то прямо такое спокойное место. Вон, смотрите, какое сначала вот там, где цементом был построен, как сарай двухэтажный, двухэтажный. А в прошлом году вон начали пристраивать, пристраивать. Тоже какой-то, видимо, отель будет. так, тут надо вылезти. Ой! Ноги мои, ноги, несите мою задницу, «А я пойду сзади. Это про меня. Вон и магазинчик жёлтенький. Что-то я подозреваю, что, наверное, такси надо будет вызывать. Что-то назад идти прям совсем тяжеловато. Идти вот полчаса. Раньше я быстро доходила. Теперь с каждым годом всё реже хожу и дольше хожу. Ну, ничего, дошла потихоньку. 19 градусов. Ребята, вот хозяева этого магазина муж за ноль, смотрите, какую площадочку построили. И на полу резина, как положено. Ну, и освещается это дело вечером. Ну, и на волне построили вот это вот уёбище, простите меня за выражение, по-другому назвать нельзя. Цементное. Молодцы. Боже мой, какая красота. Ой, скоро отсветёт. И всё. И до следующего года. прелесть. Вот такая прям какая-то нереальная. ха-ха-ха. Ну, а это другая, наверное, да, цвет-то. Ой. ну, просто вот, ну, просто. Прям восторг. ха-ха-ха. А вот ломать совсем не хочется. Хотя, говорят, ей только на пользу. на этой улице живее. Мужики там крышу делают, шашлыками пахнет. Ой. А я что-то поболтала с девочками в магазине. Посидела и нормально. И пошла опять. Ну, скоро зацветут. о, уже ирисы цветут. У, красота какая. Тут, видно, нет ветра такого. Закрыто заборами и домами. Хорошо, вот заругался, разбудишь соседей. Вон, как они лежат хорошо. Отдыхают. красота на солнышке-то. Вон, еще. Ой, какая красота. Ой, мои дорогие, посмотрите. Боже мой. Боже ж ты мой. Я даже не знаю, как это называется. Ой. А че ж я не видела раньше-то? Ну, видимо, просто в это время не ходила. А я издалека думала, сирень. лежишь рядом с такой красотой. Ой, чудо какое. Напишите мне, пожалуйста, что это такое. Как называется вот эта розовая прелесть? Слушайте, я первый раз вижу такое. Вот. Уже темнеет. Сейчас пойду с вами прощаться. вот видите, накрасила. Завтра буду доделывать. Думала, закрутилась, опоздала. Нет. Вон, какая красотища. Какой вот прям цвет у солнца. Ммм, электрик. Ну, что, мои дорогие, ой, так получается, что я видео теперь выкладываю с утра, ну, влоги, и как-то вот спокойной ночи говорить как-то вроде неудобно. Ну, хотя, кто во сколько смотрит? Ну, что, день прошёл. Ох, как уже последние дни просто в работе. Чего я только сегодня не делала. огурцы посадила, и перцы, и опять тут всё убирала, разбирала. Ну, и красила. У меня же там цемент в работе. и цементом мазала, и потом красила, и потом высохла, опять красила. В общем, весь день круговерть. Круговерть. Вот. А ещё сходила там в магазин, так пришла, было огромное желание лечь, полежать. Но я понимаю, что я лягу и усну, а время уже было пять часов, шестой. Думаю, нет. Посижу, посидела, чайку попила, комментарии поотвечала на комментарии. Вот. Ну, и вроде как и отдохнула. Ну, а раз отдохнула, то давай вперёд под танки опять. Вот. Ну, и ничего. Вот время восемь часов, девятый. Сейчас поужинаю гречечкой сырой с кефиром. Чё-то я ещё хотела сделать. Чё-то я хотела ещё сделать. Ой. А чё-то ведь ещё хотела. Ну, конечно, я же не улягу сейчас спать-то. Я, главное, вчера, девчонки, легла спать без пятнадцати девять. Ну, устала я просто вот. Ну, всё, у меня глаза закрываются, думаю, до горя, но ясным огнём. Всё, ложусь. Легла. И как вы думаете? И пошли смс-очки, сообщения, звоночки. Я понимаю, люди освободились вечером. Потянула на разговоры, оговоры, а я просто. Ну, и чего? Конечно, всё, у меня открылось второе дыхание. И до часу ночи не закрывалось. а потом никак не уснуть. в общем, вот так вот. я уже думаю, может быть, мне обеззвучить телефон, положить другую комнату под подушки, чтобы не слышно было. До спать, попробовать лечь пораньше. Но ещё беда-то в том, что потом, если я рано усну, я потом проснусь. Час, два, и всё, хоть глаз кали. Вообще оптимально бы ложиться в десять полодиннадцатого. И тогда рано встаёшь, прям нормальненько всё, с петухами, как говорится. Ой, уходит солнышко, уходит. Всё. Ладно, мои зайчики. Хорошего вечера, всем спокойной ночи. Даже если вы посмотрели это с утра, всё равно же вас ждёт хороший вечер и спокойная ночь. Только попозже. Давайте, зайки, не болейте, пусть у вас всё будет хорошо. Всего-всего-всего. Только самого хорошего. Ну и пока-пока. Надеюсь, завтра увидимся. Всё. Целую и обнимаю вас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»